Друзья, спасибо за ожидание. Мы начинаем. Большая просьба выключить звук у телефонов. Открытый клуб вас приветствует. Мы очень рады видеть новые лица. Немножко скажу два слова о галерее для новых людей. У нас замечательная галерея. Это живое сообщество людей. Встречаемся мы как минимум два раза в месяц. Потому что у нас два раза в месяц новую галерею. У нас замечательная коллекция советского, русского, вообще отечественного искусства. У нас есть несколько с современными художниками. Еще мы помимо этого три раза в неделю встречаемся. Потому что у нас лекционный формат, киноклубы, репиатурные клубы. Дальше рассказать не буду. Я вижу, что этого уже много. И у нас встреча с интересными людьми. Что мы прямо сейчас готовы доказать. Антон Канезовский. Автор романов «Овращение в слух». «Принцем Когнито». И последний, который мы сегодня должны обсуждать. Только его тебя все ждут. А ты обнаружил там еще одну вашу книжку. Еще их называют «Пузыри». Не все знают. И Антон сказал, никаких его регалий не называть. Поэтому все... За неимение мон. Хорошо. Ну ладно, раз он сказал, тогда не будем. Но вот журнал «Афиши» все-таки сказал, что вы вошли в 100 лучших романов 21 века. Меня все слышали? 100 лучших романов 21 века. Ну вот такой у нас порядок действий. И поэтому теперь мы будем задавать вам вопросы. Разрешите, я начну? Так, можно? Вы обещали сидеть на подоконнике. Я буду задавать... Да, вопросы с подоконника, а мы будем с месту. У нас есть первый вопрос. Нет, 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 нет. У нас все отработано. Конечно. У меня на это было очень сложно. У меня на это было очень сложно. У нас есть просто первый вопрос. А что разрешает? Вообще, прежде чем начать читать книгу, не знаю, какой процент здесь прочитавших книгу, для меня был неожиданность, что у нас будет такой вечер, и я, честно, боялся на то, что я не успею. Спойлер, я прочла за 4 дня, быстро успела. Но я успела всех опросить, а книга-то о чем? Вдруг я не успею. И я от всех получила абсолютно разные ответы. Ну и, в общем, этот ответ с моим тоже не совпал. У меня, наконец, вопрос к автору. О чем? Какая главная идея? Ну, поскольку, да, поскольку мы репетировали начало, то, соответственно, и попытка этого ответа, она тоже отрепетирована. То есть, сначала все пойдет довольно не искусственно, а дальше, я надеюсь, постепенно разойдется. Есть даже проще вопрос, чем главная идея. Это первый вопрос, который... Он самый естественный. Я сам его задаю, конечно же, когда там речь заходит о книге, фильме и так далее. Именно это... это про что? Рудик это про что? Очень просто. Мы недавно как раз сидели друзьями, тут присутствует Азиз, у которого сегодня день рождения. Он огромный, нас в этом гостях. Я очень прощен, что Алис решила этот знаменательный день провести в этом обществе. И задают мне вопрос, ребята, да, вот книжка, она про что? И я погружаюсь в такую тяжелую тоску. И вижу, соответственно, в глазах тоже некоторое недоумение, потому что, если на этот первый вопрос автор затрудняется ответить, то, в общем, не очень понятно, как этот разговор продолжать. На самом деле, там есть сюжетная основа, она достаточно... Да, я смотрю на Искинушку, наверное, есть, по которой я прочитаю, такой кусочек, по которому понятно, с чего начинается сюжет. То есть, можно ответить на вопрос, о чем? Ну, я думаю, почему действительно это меня вводит в такой... такой мрак? Это вопрос. Я прочитал разных умных книжек про тексты, про литературу, 98% задум, как обычно, но одно сравнение, оно запало. Оно, конечно, строгает, как всякое сравнение, но по-моему, оно глубокое. Это сравнение художественного произведения с личностью. Причем, интересно, что эта личность не является в полной мере производной личности автора и уж точно не совпадает с личностью автора. И, по-моему, этим сравнением можно пользоваться. Например, если, если, например, мне какой-то человек нравится, там, девушка не нравится, или хотел дружеские чувства, вот я испытываю человеку, и меня спрашивают, а он, он, он про что говорит? Она такая. И, если я начинаю отвечать, там, светленькая, или она работает в салоне МТС, то, то, даже не просто мрак, а, как бы, некоторое ощущение предательства возникает по отношению к человеку. Потому что не очень понятно, как, то есть не то, что непонятно, а невозможно вот это изложить словами, за что человека любишь, или чем он, там, симпатичен, так, предположим. Это уж не говоря, даже не говоря про вопрос о чем, потому что о чем это вообще запрещено, автору не надо интерпретировать, это есть прекрасная, короткая, очень внятная заметка на поверхе имени Розы, там все вначале четко написано, что автор должен написать и уверить, вернее, ничего не комментировать, ни в коем случае, что даже название, это даже название это большая проблема, потому что название уже содержит там некоторую интерпретацию. Потому что в той степени, в которой эта штука живая, то есть понятно, хорошо, она не бывает гениальная книжка, а в данном случае это такой Франкенштейн или Голин, который он отчасти живой, то есть насколько получилось, там какие-то куски это глина, она отваливается от него и такие суставы не сгибаются, они просто пришиты. Ну, так посмотришь, в каком-то ракурсе вроде живое, вроде как хорошо. И вот то, что отваливается, его можно написать, там, о чем это, и только тогда безгромная штука. А если оно живое, то не очень понятно, как это описано. Это то есть хочется, чтобы это было живое, хочется, чтобы туда читатель зашел, смотрелся, один на одно обратил внимание, другой на другое обратил внимание. А если автор говорит, о чем, то, кто чуть блюд зашил, туда смотри. Вот. Читатель сопротивляется и, в общем, правильно совершенно говорит. Вот. Теперь, когда заморочен, как следует глобу, и у меня будет просьба, где кто читал, ближе к концу, который наступит достаточно скоро, мне будет рассказать, как можно короче, то есть, лучше, там, три слова, можно сильнее. О чем эта книжка, мне будет очень интересно слышать. еще просьба. Если большая ровность выступать, то можно в записочке, а поскольку мой голос будет все время звучать, то, в общем, я буду послушать ваши красные голоса, как лучше. Но можно написать. И просьба это дело не корректировать в зависимости от того, как... если даже кто-то сформулирует как кажется хорошо, то мне просто придерживаются вот этих избранных трех, семи, восьми слов. Вот. интересный был возможный. Да, потрогаю в сумке книжку и прочту кусочек, из которого хотя бы пойму. Он не самый любимый кусочек с художественной точки зрения, но он там, по крайней мере, понятно, сюжетная завязка. И Иван хочет сказать. Я хочу поломать сценарий. Прошу. Да, я прошу прощения, но я хочу задать вопрос. Знаю, что вопрос, о чем книга, он здесь касается хорошей книги, вопрос безусловно. Да. Хорошая книга, она, как раз, не о чем-то конкретном, она о том, о чем прочел Лейштейн. Хорошая книга, тем, отличается от плохой, что авторы докладывают книги и пустоты, в которые читатели докладывают свою жизнь, образцы, представления, мечтали и так далее. и у нее засекает что-то свое. Георгия Данелья как-то спросили про что у тебя доза. Он говорит, сам любимый вопрос, я уже маслом отвечал, но я сам не знаю, про что это фильм. Да, это вот такой фрейм, куда складывается свое представление. Но, тем не менее, когда автор пишет книгу, он ее пишет не о чем-то, он пишет что-то. И, на мой скором взгляд, это что-то состоит этих третих слоев. Первый слой это какие-то камни, которые лежат как негенерат, которые он закладывает в фундамент. Ну, то есть, он понимает, что это он положен, что-то являлся статком для этой книги. Потом он понимает, что это получается не связано, он начинает связаться с мыслями, которые он уже закладывает, коржи перенабатывает. Ну, остальные вы кто-то заполняет читать. У меня вопрос, Антон, а какие эти камни были у вас, когда вы эту книгу начали писать? Ну, то есть, их, наверное, может быть много, может немного, но какие основные опорные пункты, которые считаешь нужно вот, о чем нужно высказаться, или что нужно, о чем нужно заводиться, на чем будет подправить создание? У меня один только такой камень переходит в голову, но он большой камень, то есть, размером, как там описывается, два с половиной высотки мида, который тут рядом, и это камень, это телецентр. Я в телецентре с поздних 18, ранее 19 лет, и он произвел большое воздействие на мою неокрепшую психику. Я тут про него немножко расскажу. То есть, это такой, ну, я думаю, что каждый из нас, кто попадал в какой-то очень большой дом, особенно еще, особенно в юности, то есть, это действительно может быть какой-нибудь телезавод, или какое-то большое учреждение, там, ну и что-то, это, по-моему, очень сильно и глубоко как-то действует на психику, потому что это не естественная для человека история. Она связана с, там, бропа, она связана с так называемым большой дом, который в лесу стоял большой дом, туда детей переселяли, когда они достигали подросткового возраста, и там была тайная комната, и в этой тайной комнате всякие хранились артефакты для будущей инициации, и так далее. Я совершенно верю автору, что вот эта вот история про большой дом, она очень она очень действует. Есть целые и фильмы есть про вот эти английские там какие-нибудь интернаты, где и, собственно, Хогвартс, вот, куда попадает Гарри, это все большой дом. И в Останкино реальне есть люди, которые там живут, но они там чистят, зубы, спят, месяцами. Ну, сейчас уже, может, поменьше, но такое было. И я себе сначала представляю, который там живет, то есть это вопрос о том, от чего освободиться, что работает, что играет. Насколько это удалось перенести это ощущение не знаю, но это одно один из камней, Иван математик, он аналитический. Это один из камней, которые там основные лежат. Я про эту штуку про телецентр прочитаю в конце, он такой художественный, обначале такой, про прощение всех, кто это уже слышал, этот номер. Это про то, ну, собственно, с чего начинается этот сюжет. В телецентре студия озвучания, в этой студии озвучания сидит актер седьмого эшелона, под сорок лет ему, жизнь ей очень сильно задалась, он озвучивает кино про природу. И в такой маленькой студии тесно, настаёт Ланочка, монитор, он зачитывает этот текст, и вдруг в один прекрасный момент у него в ушах появляется голос, причем это не голос у режиссера, это какой-то другой персонаж, который делает ему предложение. И он предлагает роль мечты, дальше я буду покуткой актерства, персонаж, который его в ушах подальше от микрофона и повыше голоса, который сам подвижен и подвижен и подвижен и подвижен чтобы немножко было понятно что он слышит, какой-то происходит диалог, кто это такой, бла-бла-бла, дальше рассказывает про условия. Вашего персонажа зовут так же, как вас, почти так же, Грамм Алексея Орлова, но не исторический, а другой вымышленный персонаж, герой войны 1812-го года. Действие происходит в графском особняке. Очень красивая декорация, интерьеры, костюмы, и каждый день вы получаете сумму эквивалентную 3000 долларов в США. Только вы были. Они говорят, это было. Но это не все. В чем новаторство и уникальность проекта? В Большом Эфире на Первом канале дается отключение. Один час ежедневых. А в интернете идет круглосуточная трансляция. То есть ваша работа не прерывается. Вы постоянно находитесь в павильоне. И днем и ночи. Зачем? Принципиальный, но градус доверия. Зритель в любой момент может включить онлайн камеру и увидеть, что все это не фейк, не игра. Вы едите, вы спите, вы умретесь в банк, как умретесь. Меня будут снимать, как я моюсь. Нет, никак. Камера перед входом в ванную комнату. Главное, зритель видит, что вы настоящий живой человек. Что это значит для зрителя? Это значит, что жизнь на экране реальна. круглосуточный, сколько суток? Семь суток в неделю, тридцать в месяц, 365 или 366 суток в году. Погодите, то есть, что я вообще оттуда не выхожу? Не выходит. Никогда. Пока проект не ели. Я чего-то не соображал. позвонить я могу, пользоваться интернетом. Вы в 19 веке. Какой интернет? Погодите, мне надо, должны быть какие-то перерывы. Нет, никаких перерывов. Я не понимаю, это что такое вообще? Дом 2? Ни в коем случае. Дом 2 реальти-шоу, а у нас художественный проект. Вы персонаж, граф Орловый. У меня есть сценарий. Конечно, вся ваша жизнь полностью подчинена сценариям. Включенные реплики вы заучиваете, но таких реплик немного. Как правило, у вас прописаны основные линии поведения, и вы действуете в логике персонажа. То есть, вы хотите, чтобы я год не выходил из этой, чтобы вы находились в перенятой декорации. Да, год, два, три. Сколько проект будет идти в эфире? Так, дело серьезное. Дайте мне несколько дней. Зачем? Что зачем? Посоветоваться с семьей. Вы не можете посоветоваться с семьей. Почему? Вы только что подтвердили условия стопроцентной конфиденциальности. Два. Нет, погодите, вы что предлагаете мне просто сильно внутрь все бросите. именно это мы вам предлагаем. Как вы себе представляете это? Вы что, не могу? Жаль. Ну, как говорится, надето сюда нет. В таком случае мы рассмотрим другие педитаты. Такая? Да, такая заверка. Дети, тихо, это пауз. вопрос. Я даже слышу, как бы, что интерес не слышно. А, вы это не слышали. да, хорошо. Спасибо, дорогой хозяин. Ну, это выхождение практически получилось в действии. в действии. Хорошо. Да, такое погружение произошло. Спасибо. Но все-таки я задам тогда следующий вопрос. Надо. Надо. Прости. Всех вернуть в ряде. Вопрос такой, ну, вот действительно мы сейчас в такие времена живем, когда вообще у каждого есть возможность писать. В общем, все авторы, наверное, почти все, кто отметился в социальных сетях, имел возможность сделать публичное рассказывание, все, получается, немножко автор. Это с одной стороны. И сейчас уже искусственный интеллект неплохо пишет, все пишут, и не остается, наверное, тех, кто все это уже может прочитать. И даже те, кто читает, уже таким, есть такой диагноз, да, в наше время это пишет внимание, что мы скроем все время, мы смотрим быстро, мы смотрим на все, каждый текст как смена кадров, Агентон, решили писать большой роман. Вроде как и статус книги изменился, и ценность книги сейчас, наверное, и вообще ценность большого романа, что в нашей жизни такой большой роман. Вот все изменилось, но мы решили ему писать. Вот у меня вопрос, почему? Я знаю, что у вас журналистское образование, то есть быстрый текст, емкий, который сразу даст какой-то результат, посыл, я думаю, что точно не уйдет. Почему большой роман? Значит, была байка такая, что в уставе «Израевская армия» запрещено отвечать командирам на приказ вопроса. А скажите, просто, а вот ценность книги изменилась? Она для вас как, изменилась? на самом деле это тоже такой вообще вопрос для общего обсуждения, кстати, для меня это стало очень важной еще и вещью, каким-то объектом дома, как ни странно звучит, да? Такой по-круфалу звучал объект, но для меня это стало важным, что я вижу текст, потому что я одновременно и читала ваш текст, и слушала вам исполнение, и еще одна ценность терапевтическая практически. Вот меня это, например, ну, это реально моя ситуация, спасло от чтения новостей, и я долгое время не могу это прекратить читать, и так как я залпу прочитала два с половиной ваших романов, я практически удалила половину полуков перебрами, вот вам ценность, вот такая конкретная ценность. Я узнала другие. То есть она выросла получается? Да, во многом выросла. Нет, мы не смогли стать книги менялся для меня. Вот эта драгоценность купить книгу это очень важно вам. Книги еще от драгоценного, именно бумажного, именно по которым я приставила. И объемный текст еще это очень важная тема, все-таки я ее затронула. Знаете, большой текст, это совершенно соразмерное к тому, что я понимаю, нормальная жизнь, как бы входим в нормальную жизнь. обращаемся. Хорошо, спасибо большое. На самом деле, если у кого из присутствующих есть что сказать именно на эту тему, а именно как изменилась и изменилась ли роль книги отношения к автору в том числе с новыми технологиями, было бы тоже очень интересно послушать. Тут присутствует наш прочим литературный редактор, главный литературный редактор последней книжки, не только последней, Михаил Бутов, в отличие от меня, обладающий регалием ряд русского букера и до недавнего времени председатель экспертного совета литературной академии большой книги, то есть технически говоря, главный эксперт по современной русской литературе. У нас просто уже отработан такой жанр парадпарного конференции, если вдруг Михаил захочет сказать сейчас или позже когда-нибудь, то верю корок. Может быть? А потом сказать пример об выборах можно уходить? Хорошо. Вот. эту самую. Про меняющуюся роль книги. Да? Что касается прекрасного меня, то никакого... Тут как раз периодично были большие книги, потому что у меня папа писатель. И с раннего детства работать это вот сидеть за столом и писать. И книга, она, конечно, должна быть большой. Я бы очень сильно переживал, что вторая книга получилась не очень большой, не очень толстой. То есть книга должна быть большой, толстой. Это она по размеру, я все там вымерял, она более-менее соответствует одному тому «Войны и мира». Причем не четвертому, а одному из первых трех или половин корейни. Я тут творительный очень родник объем. И когда смотрел, даже пытался понять, какие мне в принципе книги нравятся. Это у меня была первая книжка, она не опубликована. Нет, первая книжка это был роман, который я писал в шесть лет, и это был роман. И я его печатал на печатной машинке с одним интервалом, где он занимался страниц сорок там. Он был в мировую революцию. Мировая революция понималась как захват территории нашими танками. То есть это актуальное произведение. публикуй. Да, бери, публикуй. И пенсионер. Да. То есть ты все дома, что там, я не думаю, как бы чего занимать по очереди. То есть в принципе писать надо роман, роман должен быть большим. Вторая книга, которая уже в более сознательном возрасте, то есть я был в 36, когда я закончил, она начинается с Нобелевской речи. Там довольно смешно. Я же когда-нибудь буду жить. Поэтому нет, журналистика это был просто способ отлынить от основной. А, да, я бы не договорил про то, что я в этой книжке, которая с Нобелевской речи начинается, я там пытался понять, какие мне нравятся книги визуально из тех, которые были дома. Я понял, что это собрание сочинений, конечно, и что там должно быть написано золотыми буквами, конечно, на обложке. Тогда это в порядке. В энциклопедии, статья, большая статья, опять же, про кого-то большие статьи, без фотографий, про кого-то большие статьи. Все вот это. Поэтому явно лишь это работает до сих пор. Следующий слава Богу будет поддерживать. Тогда я вышла кто-то еще вопрос задал. Мне кажется, что есть вопрос за то. Отпел. Вопрос а по поводу новой технологии я хочу сказать. Я как раз тот человек, который сейчас не имеет возможности уже лет 10-15 читать бумажные книги, но у нас все очень быстро, в отношениях для меня нет. И как бы этот пробел меня очень беспокоил, потому что я много не успела прочитать, а уже студенческие годы ушли, дети, работают и все такое. И как раз последний год я начала слушать там два дня, потому что есть всегда два часа в день с собакой, в машине в пробке. И совершенно меня этот формат расхитил. Потому что помимо того, что я прослушала очень много литературы, восползла все свои пробелы. Кроме того, я хочу еще раз рассказать, что формат аудиокниги, ну раз уж она существует у Антона и в формате аудио, предполагает, конечно же, кто и как ее читать. Потому что были у меня истории в пару раз, когда я 10 минут слушала, больше не могла. Совершеннешний вопрос у меня такой, как вы решились осуществить это лично? Потому что вы же сами прочитали аудиокниги, вершины. Я считаю, что она прочитана очень хорошо, на высоком очень уровне. конечно, меня, я с Антоном знакома, первую главу у меня была достатка. Потому что я не агентонации, агентонации, все это. Но потом я случайно отключилась и попала в мир героев, и действия. И хочу сказать, что это было совершенно замечательно. А как вы к этому садоконии это очень большая работа и очень сложная. Я работаю в театре, понимаю, что здесь очень можно очень легко на фальш перейти и не попасть в читателя. И как вы готовились и как вы осмелились делать ли постановку? Жанна музыкант. Жанна играет на плете, дети учат, играет на линкоме. Я обалдена. И сеть пеневых. опять же, как вы останки с 18 лет, так и делаю микрофон с 18 лет, с 19. Поэтому это инструмент, которым, как мне кажется, я плюс-минус владелец. И мы озвучивали спектакли, мы, если говорили, книжки, читали, какие-то были постановки на радио. И было простое правило, что если тебе нужна какая-нибудь краска дубовая, какой-то определенной в одну сторону, то зовешь актера. И в общем, если ему так сдать направление, если ему подходят еще голосовые данные для этого, то он это сделает. Он сделает это лучше, потому что у него поставленный голос, и эта краска будет легче считываться. Если какой-то сложный смысл, какой-то хитрый, прочти сам, потому что замучаешься говорить «нет, значит, стоп, теперь на лево, теперь направо», что-нибудь такое. Поэтому, я это, ну, еще не кто-то прочитал, но, по-моему, хуже. Но тут нечего было решаться, я просто получал большое удовольствие. Там один был вообще смешной момент, когда мы записывали в Армении, а специфика, национальная специфика заключается в том, что прекрасные люди, которые там живут, им очень трудно делать что-либо рутинное. То есть, вот что-то делать раз, два, три, четыре и так тысячу раз «нет». это смешно очень выглядело как в нумерации файлов. То есть, я говорю, значит, тут, значит, нужен файл, значит, он там, ну, там, часть, глава, там, что-то такое, там, 2, 1, 7. Я потом вижу, там, 2.017. Я говорю, во-первых, почему точка? Во-вторых, почему 0.1? Ну, вы же сами сказали. Ну, и так далее. В общем, сложно было, сложно было, когда делали порядочные. Зато, когда была какая-то творческая задача, то она решалась с большим энтузиазмом. Например, я там говорю в одном месте, что мне нужен цыганский хор. Ну, мне не нужно, прямо хор не получится, потому что я не спою, не люби. Но хочется, чтобы был какой-то намек на цыганский хор. Он говорит, без проблем. Он берет, значит, я начитываю там речитативом какой-то кусок, он берет этот фрагмент, перетаскивает его, поднимает его, я не специалист, полноокталу, на что-то мы его поднимаем, накладывает на предыдущий голос, но накладывает неровно, а так, чтобы там оставался зазорчик, потому что люди не поют совершенно синхронно. и действительно я слышу, что вот как бы мы их читатели, а под ним еще какая-то такая подзвучка, причем, которая читается как женская, считывается как женская. И да, действительно, есть какой-то некоторый, как раз намек на цыганский хор. Поэтому решаться было не... в общем, это любимое занятие, по большому счету. То есть, как бы решиться, это надо вот это все вписать, потому что это долго и получится и так далее. А уж когда это написано, то с этим вообще что-то делать, как-то это раскрашивать и редактировать и начитывать. Да? Да, 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 да. Очень. Хочется, не хочется какого-нибудь этого? Уже закончено? Хочется. Хочется, конечно, не во-первых, не поправить. Поправлять хочется, и мне там меня ткнули носом в зверские какие-то ошибки. Поэтому, если... Имеется это в части. Поэтому, если будет такое-то когда-нибудь переиздание, что я был, то можно будет, конечно, там включать. Я просто хотел по поводу художественного чтения про достижения, ровно чудовища чтения, достаю правду, про холодность. А, это очень смешно. Есть такой конкурс под единичным названием «Обкрой рот». Это в разных городах Родины, а также за рубежом люди читают вслух. То есть человек выходит на сцену, ему дают запечатанную книжку, распечатываешь книжку, открываешь ее и начинаешь сходу читать. Это длинная история, я думаю, может, сейчас не будет оборачивать голову. Короче говоря, я чемпион Еревана по чтению вслух. Из 15 человек, которые больше наряне, по-моему, были, то есть вообще, честь выходного наштаде вообще вышли на эту сцену, но зато у меня есть диплом с лицом, который все воспринимают, что это Дима Быков, но это Александр Димаш Старший. Спокойный. А вопрос вам везде. не про смыслы, потому что понятно, что меня потрясает во всех проведениях сегодняшнего нашего героя, потрясающее знание Дима Триэра. Каким образом, ну, стеррицент допустим, улицы, закололки, это все понятно, а вот само шоу, это тоже как актер себя чувствует? Да, да, да. Ну, я какое-то количество, какое-то количество фильмиков, я немного продюсировал, все смотрят кино, и и я там делал какую-то телепередачу, поэтому как себя чувствует человек именно соло, который человек пытается сделать, я примерно мог себе представить. Но чего мне трудно было себе представить, это то, как человек на сцене взаимодействует с другими людьми, как это все работает. Поэтому я пошел на курсы актерские, тут одновременно групп 8 занимается, это вполне себе такое действующее предприятие. И у нас там было какое-то количество технических вопросов, типа как сочинять, как что-то, если это кому-то интересно. Вот точно это абсолютно очень нужно вообще автору, потому что там абсолютно болезнейшие вещи, то есть когда там какой-то итюд, когда надо там итюд, там там сесть, предположим надо носки или встать со стула там что-нибудь. Вот. То в перешетке говорят, а это где происходит? А какое время суток? А что справа, а что слева? И то есть надо понять, что вокруг. От этого начинает меняться плазиска и так далее. И соответственно, если это взаимодействие какое-то, то надо поверить в предлагаемые обстоятельства. И это очень важный автор, потому конечно меняется речь, меняется все, и оттуда масса каких-то перемочек. Вот эти деминирования, да, перекрытия, что-то читал, что-то рассказывали, друг, друзья, режиссеры, артеры, это связано с театром, но чего-то на своей шпуре, и это не придумаешь. Я потом расскажу бойку, когда тут конец, расскажу бойку про подготовку к книжке, которую сейчас пишу, и смешно. Смешно, купил, он был подразумен технологичным. То есть то, как там было сделано, вся эта история с арендой платок, там, таких, у нас приходили люди за деньги рассказывали. Не за деньги. Да, ты не молил. Я предлагал большинство не брали, подавляющее раздольное. Поскольку я как бы с писателями давно живу, так сказать. Сою писатель. Писатель человек, который дома сидит, в кабаке и вот убьешь. Он пошел куда-то там чертить палатки и ставил. Это вообще не было. На этом поле выглядел эстморад позитивно. И сама идея. То есть уже к этому моменту это было давно. Мне казалось, что чистое сочинительство оно как-то порассказывает гусеницу по льду на одном месте пробуется и надо его как-то якорить. В России уж точно. На что это? На моменту самая интересная книга, которую я читал тогда, это была книга молодого экстремиста про то, как там фашисты с антифашистами месяца. Это знамя диджей старинграда. Лучше этого вы не знаете еще. Именно потому, что я понимал, о чем я читаю. Вот. в сравнении со всем этим все остальное выиграл очень слабо. Наконец тут появился ты, который что-то такое придумал и вне зависимости от коммунистического упавшим. Впрочем, все равно по себе очень по себе ростов. Опять-таки вот эта книга. Я уж не помню, чем ты занимался, как я писал в принципе инкогнито, в психушке работал. Работал ты в психушке? Я не помню, забыл. Я там сидел. Я в психушке сна... Нет, сначала там сидел в качестве пациента, а потом 18 лет, 17. Одни считаются. А потом уже с другой стороны уже я туда туда. Я пошел к главврачу, всем объяснил. Прекрасный главврач меня пустил. Мне надели белый халат. Здесь ты, значит, занимался актерским мастерством в Новый Сахин. Я забыл, что ты по усадьбам ездишь, По санаторию. Да, по санаторию, да, вот. пока не видел. вот. Насколько ты ощущаешь вот эту свою не совсем обычную для российского писательной технологию, для российского запущенного наружного языка, для западного много очевидных, насколько ты ощущаешь как свою характерную часть, как свою характерную сходность, вот, что это вот именно часть твоего литературной работы, она очень обманима, и она является в какой-то мере, может быть, любопытной. Знаешь, как у человека есть простое сердце здесь, а есть вот второе сердце я не ощущаю как слабость и подпорку. почему слабость? Ну, я не помню, как говорят, там, Вирджиния Вульфа или там кто-то про то, что писатель может пройти мимо казана и написать про солдат. Вот. Поскольку с фантазией не очень хорошо, то именно в процессе такого наблюдения, это журналистская абсолютно штука, вот, и в процессе какого-то наблюдения и желания и пребывания там в каких-то обстоятельствах, там просто приходят какие-то какие-то детали, которые я не могу нафантазировать, скажем, чисто. То есть насколько это какое-то преимущество, не знаю. Не знаю. Такая технология. Все, что не связано с вождением, со стучанием по клавишам и или там раньше с вождением ручкой по бумаге делать легко, потому что с оно выше, когда водишь по бумаге ручкой или стучишь по клавишам, то надо потом золотые буквы и статью энциклопедии и вот это все. То есть это очень высокая планка недостижимая. А все, что касается подготовки, это все заняло в душу прекрасно, как бы легко и приятно, потому что вроде как это говорят художники грунтуют холостом, предположим, что нету сил что-то сейчас писать, ну, там, разложить красочки, то есть ты вроде бы работаешь вот как-то за эту статью. Ну, я могу про холст тоже вернуть метафолу, что Леонарду да Винчи в поклонении Вал Холк не написал, а только холст подготовил практически. Ну, как говорится, мы таки подготовить такой холст это как 10 картин. Это к Леонарду да Винчи вопросы к Пушкину, к Гоглеву. Кстати, я практически уверен, что они вряд ли занимались этой ерундой, что они садились, и вот это, что, когда проскуповал рыцаря, то вряд ли он сильно погружался все-таки в исторические источники, что-то, ну, просто ангел пел от буха, и все это. Вот, за неимением, или там, поскольку ангел тихо и редко, вот, то в остальное время можно там. То есть, понятно, что Леонарда Ричи загрунтовал хвост, и ну ладно, все. Миша, есть ли что сказать потому что про современную такую самую, про современную ситуацию? С технологией. бумажную или бумажную есть? Да. Нет, можно сказать не надо. Ну, да не надо, ладно. Во-первых, я глубоко увез... уверен в том, бумажную книгу неактуальна, как предмет. Вот, ну, а как она? Вот я все-таки худо-бедно, меня так погоняли из-за оператора немного. Но, я там переписываю в соцсетях, значит, я могу так далее. Что вы говорите? Вот, я там прочитал, но из-за того, что я читал последний раз, меня очень в штырье, там, скажем, старый песчаный встаник язык, очень прекрасный. Вот, напишешь об этом, значит, и говорят, о, давай сыну. Никто же не говорит, давай книгу. А, кроме того, скажут, так я не дам, а надо еще на их письме. Вот, поэтому, как бы, по нынешним кровотокам, конечно, бегают электронные книги, электронные тексты. И тут вступает знаменитая ленинская диалектика, и поэтому бумажная книга становится, значит, еще ценнее. Именно в силу абсолютной неактуальности. Если раньше, знаете, буфинисты собирали первое издание Пушкина, то попробуйте сейчас купить, скажем, первую, единственную проживенную книжку поэта Бориса Рышева. И вопрос нет, ни за какие деньги, ни за маленькие, ни за большие. Боится? Боится? Отсутствует продажа. Там просто есть текстураль, которые точно описывают мировидение, поэтому не хотелось на этой книге подзависать. А так я вот ее только купить мог. На самом деле нет, там какие-нибудь проживительные издания, струказки. Все это на сегодняшний день. А, что я не могу. Все это на сегодняшний день так, наверное, я слышно. Стало, стало библиографическая редкость, это стоит денег и так далее. Ну и действительно, книжку, конечно, приятно иметь. Я сам стал читать что-то больше бумаги, чем в последние пять лет. Но для меня читал как просто рабочий инструмент. я работал в конкурсе отчитывая, как ты будешь читать. Я помоюсь, если я бы читал. И быстро, нормально. Вот. да, что касается большой формы, значит, с моей точки зрения, это моя давняя мысль, значит, большая форма решительная, неактуальная, вообще не нужна. Вот. Так вот читать я человеку честно скажу, некто. Есть, так сказать, на 50 человек есть один, у которого есть возможность где-то читать большие, толстые романы. Поэтому ситуация, при которой издать книгу-рассказы значительно труднее, чем роман, и которая как была уже 20 лет, так и не 20, а вот 40, так и сохраняется, она, мне кажется, очень странная, и вся коржа очень странная. Мне кажется, что наоборот, человек сегодня должен чувствовать свою причастность к литературе, именно возможность читать хорошие рассказы, они бывают хорошие. Опять-таки, мое мнение, что не буду играть за весь свет, а в русской литературе 99% объемных романов не держат с романом, то есть объемом смысла не держат, то есть их можно сделать короче без особых потерь. Я не говорю, разумеется, про то, что мы говорим, сегодня мы все сам редактировали. Но, тем не менее, опять-таки, при этом да, именно это не актуальность, именно это не соответствие формату, поскольку формат нас угнетает, и так далее, формат жизни. Какой бы он ни был, все равно нас будет угнетать. Если будем на диване лежать, будет угнетать то, что значит, мы хотим мир менять, а нам не дают только на диване лежать, а если наоборот, мы хотим менять мир, а надо за собой бегать от одной станции метро до другой, и негде рассчитать. И тем, что сегодня такой большой роман вываривает из формата, если он хороший роман, то рядом как раз его прелесть и есть. Ну, еще момент, Антон не сказал, мне кажется, что он очевиден, когда человек берется за большую снимку, но это все-таки вызов, это большая задача, задача, которую Жаку хочется сделать. Однажды он сел, в вдохновении, если он у кого есть, написал рассказ за 25 минут, и хоть довольно из-за стихок. но это общая я стишкам дочь. Но это да, если ты такой видишь, все дела. Но роман так не напишет, даже какие-то суперроманы быстрые, какие-то в рекорды, только Керенбук за 25 дней писал роман, но у него романчик небольшой, и все-таки 25 дней, задача, которую требует, ты выбираешь кусок жизни, это, как говорится, эссенциальное такое приключение в своем роде, ведь в этом есть наслаждение. Вот, собственно, все, что я могу сказать о технологии. А, ну да, про аудиокнигу. Я просто знаю, конечно, что аудиокнига очень актуальна в следующий день, потому что у меня все-таки большая часть моих друзей и приятелей, она не имеет отношения к литературному миру, так сложилось. И вот из этой большей части читают книги вообще единицы, а вот слушают сегодня все-таки больше. Другой, это две области, которые разные, это книги актерского чтения и авторского. Я предпочитаю выбор авторского. Но у меня, правда, есть проблемы, сами родовник не слушают, поскольку я не ломан, а не ломан, как человек, который слушает много музыки, слушает слушательный пароль, он существует в таком пространстве между... Ну, собственно, а современная музыка имеет все-таки современный композитор. Она, как видите, для этого и пишется. То есть для того, чтобы слушатель существовал между пространством осознанного восприятия автоматизма подалку, подалку, туда-сюда. Вот. И так, на аудио все-таки та же самая реакция. Какой смысл слушать аудиокнигу, если из нее попадаешь на 10 минут, а потом ключик не знаешь, что говорить. Ну, вот, приблизительно тоже для этого сказать. Спасибо. Спасибо. А сколько у нас время неправильно обижают. Я спрашиваю, вы пояснили. Прошу вас. Да. Прошу книжку? А, вопросы из зала. Да. Вопросы из зала? Да. 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 Я спрашивала про искусственный интеллект, я хотела вас послушать, если... Могу ли я задать вопрос? Быстро. Да, да. Скажем. на самом деле, я так послушала, и получается, что, да, действительно, актуально сейчас использовать, когда тесловой, искусственный интеллект для написания еще что-то такое. Нет, вот искусственный интеллект, нет. Извините, поскольку продолжали тяги, я скажу. Я на сегодняшний день видел одну книгу, она не именно пока, которая осознательно написана при использовании технического интеллекта. В смысле искусственного. То есть, это такая модернистская книга, она написана пестолковая, вот, и поскольку там автор... Ну, модернистская, это что значит? Это значит, там есть икутские тексты, которые нормальный человек читать не будет. Он просто поймет, что это вот такой, с которыми слов их можно прористать, а дальше там что-нибудь произойдет. Вот. И вот эти вот, как бы пустоши, вот эти вот, там человек признается, что он видел какое-то отношение, как мы их программинское. Вот это вот ему пишет, значит, искусственный интеллект. Вот. И... А сам он не пишет. Вот я видел такой книг, который есть, как бы, где вы можете сгадут, но правда не совсем. Вот. И русское, я говорю русское илечное, про западное не знаю. Вот. Но вообще-то говоря, я много думал про искусственный интеллект, про то, как его можно подключить к искусству. И мне почему-то представляется, что искусство, которое снимает искусственный интеллект, они просто не знают. Вот. И меня очень прозрачивает. Простите, можно я по искусственному интеллекту кое-что вставлю? Это правда не про книгу, конечно, но мне на одном мероприятии показывали, ну, показывали, в виртуальном форме, но показывали, что картины искусственный интеллект рисует, тем не менее. Слово я наручил, про начание. Я вам рисую, я рисую, я пишу, я пишу, я пишу, я пишу. Давай. Они как-то сибири. Причем вопрос-то какой? Нет. Причем вопрос-то какой? Нет. Вопрос можно? Или там какой-то другой процесс? Есть вопрос. Вы там что-то там задаете, не слышно просто. У вас чего происходит? Сейчас вам громко расскажут вопросы с зала. Друзья, есть вопросы с зала? У меня есть вопросы с зала. Давно занимает меня вопрос. Такой. Вот, вот бывают, видим, так я предполагаю, сам узнать, но бывают писатели, которые, вот он садится за что, уже знают, что произойдет у него в конце. То есть всю фабулу он уже знает. А бывают, что нет. Вот. Как он в этом больше всего? А прям. А можно добавить к этому вопросу? Не случайно. Коротко. Очень, очень коротко. Я сейчас не скажу у кого, к сожалению, как я не знаю, что настоящий произведение считает нести автор под собой. То есть автор считает себя дебилогом владельцем этого произведения, а по факту оказывается наоборот, что он попадает в его влияние и уже не зайдет в этот момент. Больше зависит от своего произведения, чем от самого себя. в зависимости от ответа, Антон, на ваш вопрос, на вопрос из зала, как вы относитесь к этому утверждению вашего коллектива? Я скорее к первому. В учебниках про то, как надо писать книжки, их много, и многие из них очень хорошие, ну, по крайней мере, они имеют очень хорошо декоммерческие книжки. Я, кстати, думаю, что, наверное, все-таки искусственный интеллект когда-нибудь научится писать такие книжки, которые можно купить действительно садящий самолет, как бы открыть ее, там, прочитать и выкинуть. Пошел. Я думаю, что они думают, что смогут. Смогут. Не знаю, не специалисты. Поскольку, опять же, это вопрос страха и вопрос страха. Потому что верю в то, что человек гениальный, по крайней мере, да, и в этих ученниках эти самые, и в этих двух типах у них есть названия. Одни называются плоттеры, это которые планируют, вот как раз эти вторые, называются пенсеры, которые, вот как из штанов, пенс, штаны, значит, когда они садятся, и из штанов, значит, это делать лишь. Я такой достаточно выраженный плоттер, это происходит до страха, потому что сначала надо придумать, как оно, то есть, вообще, к чему оно идет, и уже потом уже понимать, как оно идет. То, что оно как-то одушевляется в процессе, ну, во-первых, достаточно искусственное разделение, то есть, когда человек планирует, когда человек планирует, он же тоже откуда-то эти образы, как бы, ходы, они тоже откуда-то берутся, то есть, они могут не записываться там руками, но они откуда-то в голову попадают, они в какую-то последовательность выстраиваются, и я склонен все-таки верить в то, что автор в той степени, в которой это хороший автор, а не искусственный интеллект, он все-таки является некоторым проводником чего-то, чего в него попадает, и он может сначала выстроить действительно большими блоками, а потом их заполнять вот этой субстанцией словесной, а может сразу заполнять эту словесную субстанцию, и следующий блок, то есть, может быть, даже в каком-то таком суперидеологическом смысле, может быть, там даже не такая большая ремня. То, что история ведет как за собой, и то, что куда-то это дело тянет, да, в той степени, в которой она живая, и в той степени, в которой автор живой, да, она тянет. Например, в этой книжке совершенно у меня не было с начала этого шоураннера как второй чаши лесов. Был персонаж, вот у него жизнь, вот он попадает, у него есть какой-то режиссер, с кем он разговаривает, но постепенно он стал напухать, напухать, надеваться кровью, и стал равновесным в истории. «Можно ли так сказать на том, что роман есть в своей воле?» Что вот автор начинает писать роман в своей воле, и вот он как бы не любит, но потом роман эту волю перехватывает, и автор становится ремесленником, правильником в воле романа. В какой точке? Что вот шоураннера, например, уже писали не будет. То есть писали это вы, это вы были правильником, это были ваши образ, это был ваш труд, а в гуме была не ваша, это уже роман перехватил в разы правильник, и использовал вас уже как в итоге, для того, чтобы не дополнить, что он раз раз в месяц, да? С самого начала, по идее, мне кажется, что роман будет достать там бесцахотворение или что-то у истории и у реальность, которую автор пытается, какой-то кусочек этой реальности пытается изобразить, найти ему какую-то форму, у этой реальности, у этой истории есть своя логика, во всяком случае, наверное, можно это назвать и волей, и в той степени, в которой как бы автор чуток и чистен, он следует за этой волей. если когда в той степени, в которой автор хочет добиться определенных результатов, это никогда не чистый процесс. Опять же, я думаю, что у гениев это может быть чистый процесс. Действительно, у Ангела Лужа сказал, и он просто написал, и все, шагба, и спасибо. А у других, другого уровня авторов, это, да, это какой-то сборный механизм, то есть, да, писать и со мной думать, а какое-то произведение впечатление, а как это будет работать, и вот эта часть, это та же, что искусственное интересное. И, Антон, вопрос о правах. То есть, рационально, конечно, можно сказать, что автор заложил какую-то логику, который является заложником этой логики, вынужден исследовать и так далее. А вопрос про ваши ощущения, ну, внутреннее такое, ну, как интенсивное... Когда чего-то происходит, начинает происходить само собой, очень приятно. Роман Асмол? Йоу. Кому? Спасибо. По-моему, пора... Во-первых, если есть еще вопросы, а потом еще вопрос про то, про что книжка. Вопрос еще один. Ну, не вопрос, точнее. Не будущее. Значит, мы, прочитавшие его книжку, обсуждали его, про что-то уже обсуждали, но не сказали, вот, пришли к выводу вот так, необходимые дедыки. Вообще? То есть, вообще необходимые дедыки? Нет, вообще, я имею в виду, что следующий, после следующего, следующий, это дедыки. А, нужно, что-то... Мне надо написать дедыки. Да. Герметично. Каждая книжка, с моей точки зрения, это же поэтип. Мы знаем. Хорошо, слушаюсь. Роман. 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 Антон, еще вопрос. Скажите, вот, четыре книги за десять лет, это много или мало? Может, вы уже написали, там, десять книг, просто, если не издают, или вы так, медленно пишете? Так медленно. Так готовитесь? Так медленно. Это тоже, это вопрос, мне кажется, что это вопрос таланта. И мы их радуем. Вы стали еще видеть? Нет. Значит, я сейчас что-то сочиняю. Есть самое первое, но, кстати, я забыл сказать важную вещь, а вообще с нее надо было начинать, как с обращения президента. Главный редактор, это Мишутко, Си Ауси, королева российской литературы современной Елена Анатольевна Шумина передает большой привет всем присутствующим. Располагировала сегодня, сказала, что по определенным обстоятельствам не может приехать. Да, большое спасибо. Здесь присутствует Татьяна Стоянова, которая вышла. Я надеюсь, что мы будем дружить, потому что Татьяна как раз главный пиарщик редакции Шумина. И вот конечно к ней вопрос, как рассказывать, как рассказывать про книжки. Про книжку непонятно, что рассказать. Когда у тебя каждый год 50, вот тут, конечно, увлекнулись. Можно еще вопрос? о фототизмах. Вы кого-то конкретно думали изображения своих героев? Это образ коси и зуббития. Это что-то среднее между Татьяна Мастром и Осипа Серебовичем сказал. А вот старая графиня, мне кажется, что это долго для вас. А вот Жуков, кто для вас? Ну, это, мне кажется, право читать. Что касается кое-то... То есть, могу сказать, но могу помешать. Что касается костей из зуббития, отчасти Бадри. Такой был Бадри как Цешвилин. Он был начальником первого канала при Березовском. То есть, опять же, для тех, кто понимает, это, значит, это байка про то, что на первом канале не произошло смены руководствия, и Бадри так и остался. Ну это такая, это такая плацхалочка такая, для своих. Чтобы, чтобы не сильно был похож на Эрнста, скажем так. Кто-то все-таки здоровый, а этот маленький, ну как трудно, с усами, без усов, ну как трудно перепутать. Но зато как-то, ну как-то. А вот актеры? Ну, вот отец, ну сказать, кого я себе представляю? Да. Надо? Что касается старой графини, то я себе представлял, что она, сейчас, нет, интервью я читал Гоченко. И я как-то разбрал интервью Гоченко, и это было удивительно. Наверное, по подмоскле это не было. Вот. А так я себе представлял, кто у нас Монюкла облигает, что я сыграл в... В Двичии. В Двичии. Конечно. Вот. То есть, внешне я себе представлял Гоченко, а по этому самому, по... 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 по темпераменту вот что-то близко, даже с Двичием, я не знаком, вот, ни когда не общался, а с Гоченко общался. Вот. И чуть-чуть. Вот. Что касается графа, то я себе представлял Баринова. Предположим. Вот. Ну, опять же, я себе представляю, а читатель представит кому-то другого, слава богу. То есть, опять же, зачем мне... А вот актерская семья, я скажу, остаюсь где, да? не знаю, Ну, чуть-чуть нет. Такой, как говорится, немножко стрижено, ну, не знаю, что-то очень далеко. Нет, там не придумано. А родители жевали на спиридозах? Это от гидбургов открытого клуба? Слышно. А это про то, как реализуется, на самом деле, когда сочинял, конечно, не было такого какого-то этого клуба, это про то, что очень часто так бывает, что, как рассказывал Орлов про артиста Данилова, он там написал про какой-то уральский изумруд, камчатский изумруд, и там нашли какой-то изумруд после этого. Я сочинял книжку об обращении в слух, и там у меня был человек, там был какой-то профессор, который брал, который, собственно, заказал вот это исследование. Оказалось, что в этом институте, в этом городе есть институт, и там работает человек, то есть точно такой же фамилией, он такой же фамилией, и забыл или другое. Ну, это просто приятно, когда такие вещи происходят. Друзья. Про что книжка? Нет, я думаю, что я бы хотела еще узнать, если зал вопросы, а если зал молчит? Не, мы хотели спросить каждую книжку, потом я почитаю кусочек, и уже по самому. Хорошо? А, смешная история, Да, смешная история, хорошо. Коротко. Я сейчас начиняю очередную книжку, и там у меня персонажи, любовь, девушке там что-то, около 30 дней, юноше там 36, и он ее зовет смотреть на звезды. И она сначала, на звезды сходят ночи, чтобы было темно, но из какого-то лет, где темно. И она сначала так, в общем, думает, что как-то немножко спремно, потом думает, что я этого хотела, и идет смотреть на лес. А это у нас такой лесок на углу Лугачевского Ленинского проспекта, там такой маленький лесопарк, ну, в общем, у него нет леса. И они подходят к этому лесу, попробовать, да, там вешенье, да, да, вот, и они подходят к этому лесу, и ей становится зверски страшно. Я подумал, в этом своем ключе, то, что мало как-то фантазия так себе, поэтому хочу сходить в этот лес. Ну, мне самому страшно идти ночью в этот лес, поэтому я сначала пошел по лесу смотреть про охраненное агентство, там охранят на час. Ну, что-то дорого думаю, не знаю, нет. Пошел на профи.ру, значит, там написал всю эту историю про то, что хочу зайти, значит, охранник нужен на час зайти, мне один какой-то зеленый какой-то... Слово, я сказал, подумал. О, да, сейчас, сейчас. Вот. Один это подумал. Не сказали. Не сказали потом, да. Вот. А один оказывался какой-то молодой человек и человек фотографии, ну, не то, что как по всеми инвентариями, не то, что он охранник. Вот. И за тысячу рублей сходить в лес. Возвучит. Возвучит. Я, я иду... Да, за час. За час. Вот. Я, ну, по крайней мере, все дураки заказали, идут про профи рук, они все нормально. Потом я закажу к своим друзьям, тоже православным, открывая его тот самый WhatsApp, в котором мы переписываемся. И вижу аватарку. Аватарка такая. Значит, на первом плане лежат три девушки, типа там железный бюст-вальтер, что-то такое черненькое или желтенькое. Вот. Ну, это ладно. На заднем плане в кресле с таким египетским каким-то зажарником сидит нечто с черной головой, с ушами, такой блок или там тигр, с каким-то жезлом в руках, справа и слева от него такие эфриты с мечами. То есть, потом немножко смотрел, что это Анубис, то есть, бог поджимал царство, бальзонирование и так далее. Вот. И мне мои друзья говорят, что может не надо неудобно уже договорились. Отцы не сговорились. А? Отцы не сговорились. Отцы не сговорились. Вот. Мы договорились встретиться у метро. Я приезжаю туда на машине. И приходит длинный такой парень и не то, что он страшный очень. Ну, лучше меня на пухаре. Вот. И я тогда произношу такой отработанный текст. Я говорю, что, вы знаете, извините, что я лезу, меня никто не просил о совете или что-то, но мне кажется, что для бизнеса такая спорная аватарка. Хватит. У меня вот говорили, мы православные, мы друзья, и они мне сказали, нет, ты нам, нет, этот телефон перешли, или кандидаты перешли, я их перезвон. Он говорит, я ваш телефон тоже отправил что-то, я не знаю, она почитала, говорит, что-то, какая ерунда. Мы идем к этому лесу. Вот. Он говорит, мы идем к лесу, он говорит, что-то тут темно, где-то, я думаю, так, хомарит. Я, как раз, недавно посмотрел сериал про Чикатило. За кого нас тут примут? А у молодых пойдут? Я говорю, Алексей. Посмотрите, кого конкретно выстесняет? За поещающих машин. Ну, в общем, мы сходили вниз. Ну, что-то, я зато подчеркну, но немного. Ну, сама по себе история, по-моему. Следующая, что-то гемориотическое. Ну, я сам у безопасных мест у вас выбежу. Небезопасных. Наоборот, безопасных. А, безопасных. Я там по ночам гулял, по-моему, не закреплялся. Иван, вы спортивный человек. Нет, меня ночью боятся. Конечно. Я там никого не видел. А я, я там парочек сидел на сконечке. Не летал, а напротив этого луну. Если кто-то хочет сказать про эту книжку, можно сказать. в коробке вся эта прочтающая кусочка, и мы свернемся. Здесь же значит сказать про что книжка. Парадный театр. Ну, три слова. Восемь, семь. Хорошо. Очень кратко. Да. Бездна между картинами и главными героями куда их свалился шума. Бездна между картинами мира. Картинами Куда они оба свалятся. Спасибо. Картинами относиться к любому роману. Что, что? Относится к любому роману. Не к любому. Картинами Кореи не относятся, например. Почему? 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 Как раз к Анне Кореи не в чем большей степени относятся. Я имею в виду графа Оргова и товарища Радисова какого-то. да. Шума, шума. Конечно. Шума, шума. Евгения, прошу, да? сейчас не может. Про то, есть ли свобода в выборе, если человек верующий не верующий. Кажется, здесь очень важно. Спасибо. Хорошо, я тогда... Почитали почитать еще. Да, я тогда сейчас буду еще почитать кусочек и будем да, будем свобода еще. Вот еще есть еще есть вопрос, Да, да. Мне кажется, о любви к сыну, о любви к актерству и немного об остальном. Спасибо. О любви очень приятно, что хочется любви. Я бы сказала, как вы написали сочинение, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, что там... Сейчас я пришел в голову, я по поводу о чем эта книга и вообще тип этого вопроса. Вот, есть такая знаменитая, кстати, православная история, старый как подаватель духовной семинарии или в академии. Ну, сейчас и вечером и говорится сочинение. А как вы думаете, что это счастье? Ну, я думаю, что это счастье, это там молиться за весны, ну, послушка, как-то в межности. Второе, счастье, это помогать сразу, ну, и в общем-то таком выслушать. По-моему, счастье, это когда хорошее состояние. Вот к вопросу о том, о чем написано. О чем написано? А то вы не знаете. Нет, ну, а на самом деле филологический момент есть что-то такое. Меня самому этому научили. Я вот так вот и нау-нау-нау там, я, значит, лох один с кулаками, а заглавий во мне пикер. Вот о чем книга автор, значит, подговаривается в заглавии, а в эпикер ничего во мне. Потому что заглавий он, может быть, еще и придумал вынужденно, а эпиграф это он в начале поставил опы не ставить. Зачем потому что в ряпах безнормальный эпиграф он может. Поэтому в эпиграф все проговариваются. Прости вот эпиграф и все прямо точку книги. Мы вместе выбираем. Из-за того, что ты предлагал в дизнею он берал. Нет, у двух томов у них разные эпиграфы. Первый мне очень нравится. Есть высокая гора не глубокая на раме. пуха. 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 Ну, я после этого уже намолчила. Ну, собственно, я это и хотела. Пуха. Хорошо. Да? Да. Значит, кусочек стали недели расходиться. пуха. Если вы проведете в здании телецентра хотя бы несколько дней, то в какой-то момент у вас краснется странное чувство безжизненности. Скорее всего, это произойдет поздним вечером, когда отпустили от Ростанкинские коридоры. От коридоров отходит множество обыдлений, и если вы двинетесь внутрь, заблудаете в этих проходах, пажухах, закоулках, много отберите дверь, наляжете на поворотный рычаг, дверь неохотно откроется. Вы заглядете в темную студию, в техническое помещение, и увидите, что телецентр — это огромный завод, студии, те же цеха, а телекамеры, кранные осветительные приборы, те же станки и турбины. Здесь тоже пахнут нагретым железным, единым, горелым пыльом. И все же, любой настоящий завод — это некая очевидность, целесообразность. Завод производит что-то реальное, и в этом смысле живое. А что производит Останкинский телецентр? Вообразим себе окна квартирных домов, послеповатые голубое мерцание в этих окнах. Но даже экраны, живокристаллические мониторы, собраны не в Останкино, а в Китае, в Корее, в Калининграде. Телецентр производит лишь образы, изображения на экранах, влекающие на одну двадцать пятую долю секунды и исчезающие навсегда. Останкино — все эти горы металлов, цеха, склады, тихие зоны, эфирные АСВ, заключенные в звуконепронициальном пружинные саркофаги. Вы знаете, некоторые из таких студий способны выбежать землетрясения, чуть ли не атомных взрывов, не пошагнувшись, не моргнув объективом. Но что, собственно, здесь производится? Пустота. Пустота плюс числа. Может быть, именно в этом причина странного изнеможения, которое настигает в Останкинских коридорах. Не дешевая мистика, построенная на месте кладбища, на костях, на останках. Отсюда Останкино. Не зомбирующее излучение, про которое любят шутить сотрудники телецентра. И даже не электромагнитный фон, действительно очень высокий, от того, что все здание на шпиговом проводами. Нет, я думаю, это душевное оцепенение перед лицом, точнее, перед бездвигостью, пустотой. Даже воздух тут неживой, неподвижный, пустой, как дистиллированная вода. Без вкуса, без запаха. Им нельзя надышаться. Спасибо.